всем салют из солнечной доминиканы сегодня у меня видео о моем дерево авокадо которое вырастила из косточки пару лет назад у меня вышло видео мой урожай авокадо у него большое количество просмотров а также большое количество вопросов поэтому я сегодня постараюсь на них ответить но все-таки основная тема будет в каких случаях возможно получить эти заветные плоды в каких нет мы постараюсь обосновать все эти варианты начнем конечно же с периода проращивания я не буду заострять внимание на самом процессе потому что уже отснято сотни видео как прорастить авокадо из косточки я просто постараюсь ответить на те вопросы которые касаются именно этого периода первый вопрос был можно ли сохранить косточку до весны ответ конечно же нет потому что если вы уже пытались это сделать вы скорее всего заметили что у косточки авокадо нет плотной защитной оболочки а только тоненькая пленочка поэтому его нужно проращивать желательно в первые дни максимум неделя-две но даже две недели думаю она уже потерять полностью всю свою способность какой-либо схожести второй вопрос был нужно ли снимать эту пленочку с косточки авокадо я вам скажу это уже на ваше усмотрение если она хорошо снимается пожалуйста снимать если она снимается с трудом вы можете спокойно ее оставить потому что в моей практике я уже проращивала десятки косточек как для соседа на его дачу так и для родственников для знакомых и это никак не отражается на всхожести корешки пробивает эту пленку запросто ну а сам росточек вы просто можете приподнять эту пленочку именно в том месте где он пробивается а сама же косточка может спокойно быть в этой пленке следующий вопрос был в каком возрасте можно уже прищипывать авокадо но я скажу здесь роль играет не столько возраст сколько его рост я своего когда первый раз прищипывала где-то когда она достигла высоту 50 сантиметров но условия всех разные поэтому эти 50 сантиметров он у всех достигает по-разному у кого может вымахать за пару месяцев у кого за полгода поэтому я рекомендую делать первую прищипку когда он достигает высоту где-то 50 70 сантиметров следующий такой животрепещущий самый обсуждаемый вопрос был нужно ли прививать авокадо я естественно ответила так как было в моем случае я своего кода не прививала и сразу тут посыпались такие комментарии типа что за бред такого не может быть вы несете чушь любое дерево фруктовое нужно прививать иначе она не зацветет но видать эта девушка просто никак не связано с удовольствием потому что насколько я знаю деревья прививать не для того чтобы она целую давала плоды любое дерево в любом случае зацветет и в любом случае даст плоды а прививаю деревья для того чтобы плоды были на такие какие вы хотите то есть не дикие плоды а другого сорта более сладкие или более крупные вот именно как бы для этого нужна прививка но учитывая то что авокадо само по себе дикое дерево и она здесь растет со времен индейцев естественно и дети никакой прививкой не занимались когда сюда приплыл колумб он я думаю тоже не страдал этим а также его подопечные но могу например сравнить с орехом грецким у моего крестного был целый сад грецких орехов и он никогда в жизни их не прививала не у него были довольно крупные поэтому есть такие деревья которые нуждаются в прививке для облагораживания сорта и для облагораживания самого дерева а есть такие деревья которые в этом не нуждаются но таким деревом является авокадо на данный момент поэтому я еще раз повторяю я свое авокадо не прививала и у него достаточно крупный и мясистые плоды потому что оно такое от природы есть конечно же авокадо другие сорта например к нам привозят из южной америки более такие коричневые авокадо есть еще удлиненные ну а в азии там совершенно другие авокадо если я захочу привить одно из этих сортов привезенных то я вполне смогу это сделать но на данный момент мое авокадо меня вполне устраивает что касается цветение авокадо кто-то пораньше кто-то попозже но авокадо зацветает в среднем как и все плодовые деревья где-то в районе 6 лет одна моя подписчица написала что его когда зацвело а аж на восьмом году и дало сразу огромное количество плодов моё же авокадо зацвело 4 года но было всего лишь 5 фруктов поэтому зависит все от самого авокадо а главное где и в каких условиях она произрастает то же самое касается созревание самих плодов на заметила что чем меньше плоды мельче тем они быстрее созревают это где-то в районе двух-трех месяцев а такие крупные несистые авокадо как у меня одни с ней 5 месяцев а то и больше ну и наконец-то самый часто задаваемый вопрос под моим видео об урожае авокадо это в каких условиях его лучше выращивать и можно ли получить плоды вырастив авокадо в квартирных или домашних условиях самые лучшие условия для выращивания авокадо и получения плодов это приближенные к естественным а именно это открытый грунт вам также придется обеспечить хорошую влажность и тепло и довольно таки продолжительный световой день именно поэтому я уже давно рекомендую не выращивать авокадо в комнатных или домашних условиях потому что все обеспечить все эти факторы очень сложно практически невозможно конечно кто-то может сказать а как же мандарины лимоны оливковое дерево они же растут в горшках но учтите что в природе сами по себе эти деревья не крупные в то время как авокадо может достигать высоту трехэтажного дома поэтому сами понимаете квартира и особенно горшок не подходящий для него место и сколько бы вы его не прищипывали не делали ему обрезки оно все равно будет стремиться расти как можно больше и все эти ограничения в росте а также непривычные для него условия квартирные будут на нем отрицательно сказываться также вы можете возразить а как же бонсаи которые выращивают из огромных сосен ели и а также фикусов но учтите что бонсаи делаются в основном из мелколиственных пород деревьев то есть у ели у сосны это иголочки а у фикуса это фикус бенджамина у которого листья не крупные это не фикус восковой у которого листья например в длину достигают 15 сантиметров а в ширину где-то 10 поэтому этот факт стоит учитывать тоже еще один факт бонзай делает из растений у которых в основном мочковатая корневая система то есть которая растет в ширину а авокадо корневая система стержневая которая растет в глубину это основной большой корень от которого есть небольшие ответвления поэтому вот здесь что в стаканчике это корневая система загнула закрутилась то же самое будет с ней в горшке естественно она будет недоразвита и и сама ваш авокадо будет недополучать все что что ему нужно потому что система будет маленькая корневая а верхняя часть например ствола листовая система будет больше поэтому уже возникает дисбаланс и ваш авокадо начнет чувствовать себя не очень хорошо конечно же на ранних стадиях как увидели уже из многих видео авокадо растет просто стремительно мгновенно и очень быстро и все думают что так будет продолжаться но это не так я видела всего лишь несколько видео на ютюбе в котором авокадо доросло до более-менее подросткового возраста это эти деревья не беспроблемные но цветущие или с плодами комнатная авокадо и подавно не видела и вот честно буду очень признательно тому человеку кто скинет мне ссылочку на видео где показана комнатная авокадо в горшке с плодами вот я буду от души рада за этого человека который это сделал но просто ничего не подфартило увидеть такое чудо плюс еще авокадо когда достигает более менее взрослого размера у него начинает проявляться такая особенность как смена листьев авокадо это не листопадное дерево она не сбрасывает полностью листья а как например яблоня или береза но она с огромной скоростью постоянно их обновляет вот например как волос у людей в день теряем несколько десятков волос и в течение какого-то периода вырастают новые вот мои авокадо любит этим очень заниматься стабильно раз в неделю я убираю один-два мешка листьев если авокадо начала уже свой обмен листьев особенно в осенне-зимний период в нашей полосе то естественно у него нет ресурсов ни света ни тепла ни влажности наверстать вот эти упущенные или сброшенные свои листья и нарастить новую листовую массу поэтому рано или поздно в любом случае авокадо в горшке в комнатных условиях а скорее всего погибнет это всего лишь дело времени одного товарища я очень долго отговаривала не выращивать авокадо из косточки в квартире но он мне в ответ выслал вот эту фотографию и сказал что ну вот же есть авокадо который растет в горшке и у него есть плоды но хочу обратить ваше внимание на несколько вещей и первое что бросается в глаза то что она растет на улице вы можете сказать что и у нас можно его выносить летом на улице но если на нем плоды то это авокадо получала все что ему необходимо круглый год а значит это не россия не средняя полоса если вы посмотрите на штукатурку дома сзади этого авокадо то вы поймете что она то что некачественная она просто ужасная отсюда напрашивается вывод что скорее всего это страна третьего мира следующий пунктик цвет от этой стены какие цвета присущи в основном жарким странам например той же латинской америки азии или индии которые любят все яркое сочное броское но те кто путешествовал они наверное отметили эту особенность например если взять южную часть европы ту же италию либо грецию там домики в основном выкрашивают в белый цвет поэтому напрашивается ответ что скорее всего этого када растет где-нибудь либо в южной америке центральной америке либо где-нибудь в азии ну или в крайнем случае на ближнем востоке скажите все равно же в горшке например возьмем авокадо который растет в нашей полосе то есть в россии и вот этого када которая ну допустим растет где-нибудь в азии средней полосе зима это холодно это мало света зимой у нас батареи это очень сухо но естественно корневая система недоразвитая в этом же горшке если авокадо растет я сказала например в азии пусть корневая система находится в том же горшке может быть потом даже перекочует в большую катку да в какой-нибудь самодельный огромный деревянный ящик но по сравнению с одним минусом что корневая будет недоразвитая есть три плюса у него будет постоянное солнце тепло постоянный свет и постоянная влажность то есть три против одного поэтому в таких условиях даже например в доминикане скорее всего можно вырастить авокадо из косточки в горшке потому что будет больше плюсов все-таки чем минусов хотя не исключается вариант что вы сможете это все обеспечить если у вас есть большой зимний сад или огромная теплица которая зимнее время будет дополнительно подсвечиваться обогреваться и увлажняться но такое счастье может позволить себе не каждый поэтому друзья мои если вы просто хотите поэкспериментировать пожалуйста я вам запрещать не буду но учтите что у вас не будет мне ни цветения ни плодов конечно же я слышал что уже в америке где-то вырастили дерево авокадо но опять-таки если это произошло по этим занимались специальные люди специальном месте вот и и сто процентов это заняло ни один и не два не три года поэтому делайте выводы господа если у вас снова возникнут вопросы или у вас есть на что возразить пишите не стесняйтесь если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока пока счастливо